Реднайт РП. Что это? Это прекрасный сервер для приятной и интересной игры в Гаррис мод. Тут ты сможешь найти кейсы, банды, казино, прекрасный РП со свободой выбора и действий, удобные интерфейсы и многое другое. Заходи и наслаждайся самой приятной и интересной игрой на Реднайт РП. Мы ждем тебя. IP-серверы и ссылки в описании. Ну я же предупреждал, я тебя арестовываю за... Первый болванчик нарушит армию ТРП, из которого вытекает также и РДМ. Ну это что, блядь? Это что сейчас, для чего надо было делать? Не, это уже точно РДМ, потому что я даже к этому аресту не причастен. Все, наигрался ты. Да у тебя, я смотрю, пол сервака, друзья. В итоге ты убиваешь полицейского, который не причастен к аресту. Да-да-давай, давай-давай, ББ. 30МИ, четвертая ВИСТ-ТЦ, кроме крыши, армию ТРП, 1-5-1, кажется. А нет, 1-47. Нахрен мне друг твой, который сейчас тэпнется, если у тебя выходит армию ТРП и РДМ? Я тут. Зачем ты тут? Что ты тут делаешь? Иди. Пожалуйста, офнилый смысл. В итоге, оскорбленный недочеловек на ребенке с админкой решил мне выдать бан на час за то, что я разбираю свою жалобу. Вот оно, поколение ДРКРП, фото в цвете. Ты это сделал в общественном месте? В ТЦ. Он по правилам общественное место. Да мне все равно, кто это твой друг, не друг. ТЦ нет? Ну хорошо, давай правила откроем еще раз. ТЦ на карте отображен цифрой 4, со звездочкой. Общественное место, весь ТЦ, кроме крыши. Ты думаешь, я тебя прикалываю? Ну да, все, аргументы кончились. Дальше уже все. Жалобу разбирать. Давай, пока. Пока. Читай правила, пожалуйста. Сейчас у меня там друг подлетит еще, подожди. Нахуй мне ожидать? Ты ему говоришь, что это общественное место по правилам? Но у него оказываются какие-то свои правила, понимаете? Для него это не общественное место. Ну и о чем с ним говорить, блядь? Если он уже понимает, что он не прав, он мне тут же рассказывает про свои жалобы. Потом еще другой тэпается мне про войсмод. Говорит, идите нахуй, два дауна, блядь, срадых. Один ищет причины, чтобы поэрдэмить и не понимает, где он это может делать, а где нет. Ну пиздец, DarkRP фауна, классика. Давай, я хочу у тебя кое-что купить. Пусти. Здравствуйте, здравствуйте. И домой надо пойти. Можно? Мангон-Конг. Че за, блядь, ебаная? Ну, щас я гляну, подожди, подожди. Шакал ебаный, блядский. Я его щас просто четвертую, нахуй. Он ливнул. Он ливнул. Он сразу ливнул, да, да, да. Мы, короче, будем. Можешь сейчас играть, и мы щас забаним его. Псадим, посмотришь. Тварь мелкая, ступоголовая. А, короче, я челика, его друга, забанил за армию ТРП и РДМ. Потому что этого Мангон-Конга арестовал там какой-то шериф, кажется. Я там рядом стоял. Он пошел, вот этот, его друг этого Мангон-Конга, в ТЦ, достал там ствол и убил меня вообще. Да, вот он. Баню за РДМ и армию ТРП. Обиделся. И решил за друга своего мне час еще выдать тоже бана. Потому что я разобрал свою же жалобу. Это, в общем-то, и все. Тогда возвращай. Сейчас я мента хочу взять. Не поиграл я так и на менте нормально. Да. Прилетел, потерпел, постоял, выдал бан и съебался быстро сервака. Он реально думал, что вот на что он, другие ребята, надеются, когда они такую хуйню делают. Это же смело. А вот в следующем фрагменте я просто, будучи какой-то челядью, посмел подойти к господину на Дарк РП и просто написать что-то в чат. Причем даже не оскорбительное. Это вызвало буквально моментальную реакцию, причем которая сразу же переходит в два нарушения. Нон РП и РДМ. А еще у него профессия настолько особенная, что у нее отключены сразу несколько пунктов правил. Такие как ПГ, ФИР РП, Армид РП, а также дополнительные пункты правил, которые регулируют работу этих правил в зависимости от того, общественное место или нет. А, но еще на добивочку его должны бояться абсолютно все профессии, ну кроме тех, кто делает на него заказы. Балансная профа. В Дарк РП я не понимаю две вещи. Первое, это в чем прикол бегать на таких профессиях, когда вокруг тебя обычные челики на микробандитах, громилах и так далее. А, ой, очень хочется самоутверждаться за счет слабых игроков, которые не могут себе позволить купить какую-то донатную хуйню. Ну, конечно же, классика. Ну и второе, это почему не сделают профессию, которая реально может эрдемить, там, человек до пяти спокойно. Хотя они уже развязывают руки, добавляя все больше исключений для причины убийства. Не, я понимаю адекватные причины, типа угроза жизни, не знаю, попытка ареста, ограбление человека. И тут вполне себе обосновано. Но когда у вас какой-то срач, он может просто обидеться на что угодно. Вот как здесь. Четы-четы-четы. А ты чё? Ну чё нормально, ладно. А? Четы-четы-четы. А ты чё, ты чё, ебал сломать? Ахвы-ха-вы-ха-вхы. Как больше ты можешь. Съебался, нахуй. ТФ, УЦ, ЕН. Соган, тони, тони. Ого, прикольно. Читаем правила и узнаем исключения, при каких обстоятельствах он может спокойно эрдемить сервак, и это не будет никаким нарушением. Читаем правила этой шедевра профессии и понимаем, что там есть два интересных пункта, оскорбление или же агрессия. То есть меня можно было бы вполне легально заэрдемить, если бы я сам подошел и первый начал бычить на него и вести себя как свинья. Но я всего лишь написал какое-то непонятное слово, которое вообще никак оскорбительным нельзя считать. Пересмотрев демку, можно с уверенностью его перечислять к такому народу как быдло, потому что он сам начал агрессировать и провоцировать меня на конфликт оскорбительным поведением, чего я, в свою очередь, не делал до тех пор, пока не сделал этого он. В правилах его профессии не прописано ни слова о том, что он может сам провоцировать конфликты и потом пользоваться вот этим вот исключением оскорбления, чтобы просто-напросто легально заэрдемить челика, а значит это будет нон-РП, а также РДМом. ТП, у тебя нарушение. Убил без причины. Оскорбление. Какое? Какое? Фуцин, тебе ничего не говорит? Вот забей, там кавказский... Пересмотрев демку, можно понять, что он пытался меня убить еще до того, как я его оскорбил. Как будто ты можешь. Я знаю, что такое, цыган тоже знаешь, что такое. Так ты сам спровоцировал конфликт. А хули он подходит ко мне, такой, чё ты, чё ты? Хули мне мозг заебывает. Я ему сказал, ебалу сломать, я ему сказал, съемать. Бля, давай я к тебе тоже буду подходить, вот так и чё ты, чё ты, вот так мозги ебать. Супач, так вот тебе получается, в сфере РБ тебе человек угрожал, то, что тебе ебалу сломать с хатана, а ты похуй стал чекнул. Мне всё равно будет. Ну давай проверим, потом. Окей. А, ну да, у тебя же еще КРП получается, я достал Катану. Угрожал тебе, а ты просто ел чекал подошел. Ты просто стоял и вообще никакой реакции. Но сейчас ты НРП нарушил ЕРДМ. А ты почитай мои правила, потому что я могу тебя убить в очистственном месте. У меня нет НРП. Провокация была, провокация была. НРП правила профи нарушены. Да, и какие же. Ты сам спровоцировал конфликт. Нет. И в итоге. Провокация была со стороны игрока, а не с моей стороны. Сам на ОСК поведение перешел. Какой же? Я сказал, я тебе сейчас ебалу сломаю, иначе бы её было ещё дальше. Я не буду себя банить, я не согласен с нарушением. Окей. Подавай жалобу, пускай администратор разбирает. Ты не можешь свою жалобу разбирать. А что, жалобу разбирает? Всё. У него мозг. Да какое правило сейчас? Секунду. Давай, подавай жалобу. НРП лишние уйдут. Давай, подавай жалобу. Пускай администратор приходит, её разбирает. Я не буду принимать твою форму. Мне не надо, чтобы лишние сидели. Мам, я не ебёт. Давай. Цыган, уйди. Давай. Пиши форму. Пиши, чтобы принимать жалобу. Я не буду так писать себе нарушения, которые у меня нет. Эти и все сгоды. Ты чё думаешь? Умный самый? Да, я умный самый. Давай, жалобу пиши. Я твою форму не приму, я тебе сразу говорю. Я сказал, я принимать не буду. Я принимать не буду твою форму. Пиши жалобу, пускай администратор разбирает. Ты сам меня спровоцировал. Спровоцировал. А кто тебя как спровоцировал? Тебе ничего не сказали. Просто написали чё-то, чё-то, чё-то. далее он нарушает пункта дм 1 и 4 который запрещает ему использовать возможности свой привилегии ради своей выгоды а именно он не выдает себе бан по требованию другого администратора который разбирает эту ситуацию то есть меня далее его друг который постоянно присутствовал на этой разборке и я его просил неоднократно уйти оттуда чтобы он не мешал и он тем самым нарушает правила помехи а также а дм 131 потому что он будучи в администраторского профе также мешает проведению разборки другого админа затем он рассказывает другому наборному администратору абсолютно лживую и неправдивую версию той ситуации, которая была у нас на ролике. Он вставляет это так, будто я сам подошел и начал оскорблять человека первым, и потом я не ушел после угрозы оружием. Если бы все было так, как он рассказал, то у меня бы наоборот было нарушение, а не у него, потому что он в такой ситуации бы действовал в рамках правил своей профессии и все бы сделал правильно. Вот мне интересно, остались ли еще такие люди, которые считают, что донатные недочелики, которые встречаются в роликах, способны мыслить вообще на какой-то мыслительный процесс способны, потому что ты им предлагаешь конфетку, и они выбирают все равно потом дерьма кучу в рода не просят, потом его получают, конечно же, и далее после этого они сидят рассказывают, какая же медика все-таки плохая, потому что посмело забанить его за то, что он играл так, как надо якобы на своей охренительной профессии. Как это так? Почему так нечестно? Я купил себе профессию за баснословные бабки, вырезал оттуда несколько правил, чтобы я их не мог нарушить, чтобы мешать другим людям нормально проводить время на серваке. А тут вот такая медика плохая зашла и нашла другие нарушения, которые я не успел выкупить для своей профессии. Ну, конечно же, тогда медика хуёвая и она провоцирует на нарушения, хотя к тебе вообще никто не подходил с оскорблениями, тебе просто что-то написали в чат. А, ну ещё медика плохая по тому факту, что вот ей якобы всё можно, а ему якобы нельзя. Сука, ты купил себе профессию, но так научись нормально на ней играть, тебе вырезали даже правила ради этого. Всё-таки DarkRP юзеры настолько тупые, что даже с вырезанными правилами для их профессии, они не в состоянии нормально читать остальные правила, за которые они не заплатили. А для дебичей, которые думают до сих пор, то что я выигрываю разборки тупо, потому что я медика и снимаю ролик и мне нужно подыгрывать, у меня есть отдельная жалоба, где никто толком не спалил, что я это я. Я не использовал войсчата никакого, и я собственноручно не выдавал никакого бана. На меня на самого подали жалобу, из-за того, как я разобрал ситуацию, и в итоге челик отлетел на сутки за админобус. А как я тогда заканчивал разборки баном, когда я только начинал снимать, и никто толком не мог догадаться, что это был я, лишь по одному войсмоду. Это сейчас понятно, если челик юзает войсмод, то это либо какой-то челик, который себе его купил, либо челик, который снимает видео на ютуб. Ааа, непонятно, ну тут тоже, наверное, найдут какую-нибудь отговорку. Ну а я скажу следующее, не обязательно быть даже медийкой какой-нибудь, достаточно ясно и внятно излагать то, что ты думаешь, касаемо какой-либо ситуации, жалобы, ну или просто свои мысли нормально излагать, чтобы всем было понятно твоя мотивация, почему ты так поступил в том или ином моменте. Я не буду понять, было бы, что у меня цена не на дичь. Кусай за хуй, бери два, барабанить будешь, бери четыре, у тебя ебало, шире, давай, жесткий, крутой, антишакал, вау, ты такой жесткий, специально подходит к людям, ну тебя никто не просился, как свинья ебаная бешеная вести, просто пиздец, кусок дерьма всрадого. Никчемный, блядь, жалкий ебанат, который мне тут чё-то плачет, что его якобы заебали, блядь, поплачь ещё, порассказывай. Не подходи ко мне, не на шаг, отойди от меня подальше. Вот это ты крутой, блядь, жесткий. Давай, давай, давай. Так это ты тикет бежишь писать, мне да похуй, блядь, ты же бегал тут искал админа. Ты же админа тут больше всех искал, блядь, долбоёб. Зачем мне, блядь, кому-то писать жалобу, если я тебе прямо сейчас могу сам выдать, ебанутый. Ты шакал ебаный, шакал ебаный, ты больше слов не знаешь, шо ли? Две буквы выучил, мурчать начал, хуеглот. Спермахлёб всратый, просто пиздец. Сосни хуйца, сосни хуйца. Ку-ку, спермахлёб, алло, как дела, чё ты мне в хуй мычишь стоишь? Побегай, задёргался, задёргался, ебанутый. Задёргался, ебанутый, два нарушения нашли, истерика произошла, давление подняли, долбоёбу на ночь глядя. О, нарушения, нарушения, ооо, нарушения, которых нету, которых ты сам себе придумал в голове, ты пошёл, ты нахуй, понимаешь же это? Ты не слушай, что ты ещё в тебя езжёшь, блядь. Пойми, нахуй, долбоёб, я могу тебя ебать сколько захочу. Каким образом? Ты ничего не можешь. Всё, что ты можешь, это просто орать в сети и всё, не больше. Ты никчёмный. Ты ничего не можешь. Ты ничего не умеешь и не сможешь никогда в жизни. Твой максимум орать в горизмотике. Мне тоже очень приятно слышать, ты хуесоса, который любит стасать хуй нахуй. Ну на самом деле, что ты же просто хуесос, который нихуя ж не может, только и всё. Пока ему ничего не дадут, блядь. Ну не скажи, не скажи. Ой, блядь, остальные сираки хуйня, заходите на мой сервак, мой сервак самый лучший, блядь. Как же твой видос, нахуй? Чё? Раньше я тебя смотрел, раньше было кайфово, сейчас ты стал хуесосом. Блядь, я тебя раньше смотрел, а ты стал хуйся... Заплачь. Не, я плакать-то не буду, нахуй я. Ты сейчас сидишь, плачешь, ты уже сопли сидишь, пускаешь, блядь. Нет, я просто сужаю тебя. Кто больше долбоёб? Долбоёб, который купил себе профессию на сервачке в гарисмодике за 30 с лишним кусков? Или же челик, который снимает видео по гарисмодику? Прикольно, который получает за это денежку, молодец, получает денежку дальше. Что, у меня есть куда деньги тратить, а в чём проблема? Хочу и трачу, куда хочу. Ну так ты пиздоголовый ублюдок, который без мозгов скидывает деньги в DarkRP, о чём речь? Ты мне что-то про долбоёба будешь говорить, серьёзно? Закрой ебло уже без зубы. Я тебе говорю ещё раз, тебя ебёт мои финансы? Пососи хуй, блядь. Да, я клал на твои финансы, я просто констатирую факт того, что ты долбоёб, который 30 тысяч в онлайн-игру может всадить. Нет, это просто крыльчишь, да. Это же надо... Сколько вообще прожить времени? Вот в той обстановке, когда тебя просто хуярят по башке хуями просто. Негры хуем мозги перемешали, и ты такой... Куплю донатную профессию, пойду нарушать правила, ебанутый. В сра ты ж, блядь. Это ты попросил тебе, чтобы убрали правила, исключения добавили, потому что ты не в состоянии выучить две строчки, или что? Пиздец. Какой крайний? Я тут уже нет. Мне это, ну, сделал профу, которая мне кайфовая. Которая мне кайфовая. Ну, тебе кайфово читать мало и запоминать. У тебя башка на 2 мегабита всего лишь памятью обладает. Хуеть. Ты не имеешь права жить, блядь, ты ебанутый. Ну, блядь, иди поверь, что, иди поплачь еще в канаве, нахуй, ты обсос ебаный-то. Ты обсос... Че мне плакать, блядь? Я просто смотрю на ебанутого. Вот мне интересно, как мысли человек, который 30 тысяч на профессию отдал и считает себя не въебаться правым и крутым. Мне тут рассказывает, что ему как к собаке обращаются и просят тэпнуться в сит. В итоге ты реально являешься собакой вонючей, немытой. Это все, что ты из себя представляешь. Ты обычный микрочелек из гарисмодика, который себе дохуя возомнил, не больше. Ну, ты охуенно представился, только меня зовут не так, мне совсем по-другому, что вот, но я понял, как тебя зовут, а да. Стрелку метнул, за лупу лизнул. Больше ничего интересного не можешь ответить. Ты просто представился, ебать, и все, нахуй. Ты просто представился, да-да-да-да-да. Просто представился, всего лишь. Да-да, просто представился, продолжай себя утешать. Какие негры, блядь, кого ебут? Ты какой-то ебаный набор слов используешь и думаешь, что ты на этом выезжаешь куда-то, серьезно? Я тебе секрет открою. Чем больше ты говоришь хуйни какой-нибудь, не делает тебя более правым. Просто посмотри на эту форму и пойми, что ты просто принял на молочного и на коренного тут же. Есть правила касаемо обмана? Я просто найти не могу тут. А вот, да, обман есть. Короче, у тебя еще обман выходит. И помеха, плюс 1.31. Ну, стой, насчет помехи я могу поспорить. Жалобы так тосковой не было же. Ну, нет, жалобы была, только сам разбор. Но, по факту. Ой, господи. По факту, по факту, у него самого-то жалобы не было. А так ты с вами не хочешь, да, никак поговорить. Подискуссировать. Смотрите, разул ебанутого на 500 рублей. Смотрите, фиксируйте. Ебанутого разул на пятихатку. Обман помеха, адем 1.31. Далее, что там у нас еще идет? Ну, я не смотрю ни своего достаточно. Просто так дискуссируете? Да что он его так выгораживает, я не пойму. Ну, раз бан за 500 рублей. Что ты его так выгораживаешь? Он тебе что, 10 рублей с этих 500 выобещал? Да что? Да, не целся на его деньги. Просто понял, вот и... Варн, два дня бана. 8х. Обману тебя! Бля, в том плане, если ты не контролируешь, что ты изрыгаешь вообще из пасти своей, ты начал объяснять таким образом, что я подошел и тут же начал с оскорблений провоцировать человека, который стоит. Нет, нет. Да, нет, блядь. У меня как раз таки, в отличие от вас, двух дегенератов ебаных пишется демка, где слышно, как ты это рассказываешь. Поэтому закрой ебло уже. Да, да, я, блядь, просто наспамил три раза одну фразу чё-чё-чё, и на меня начали агрессировать непонятно вообще за что. И после этого только я сказал, что Челик является фуцином, то есть лохом, так же, как и ты, кстати. И потом он уже начал меня, получается, убивать и нарушать правила нон-РП и РДМ. Вот такие пироги выходят. Я никого не выгораживаю. Ты его выгораживаешь, сидишь уже какое-то хуево-кухуево времени. Сколько можно уже эту хуйню слушать? Дейк, я никого не выгораживаю, говорю, всё по факту. Продолжай себя утешать. Смотри, мы просто с ним снимем с Гиви, просто болтаем. Он подходит и начнет выёбываться, грубо говоря. Ты чё, ты чё, ты чё? Фуцин, фуцин. Он к нему подходит, говорит, ты чё меня оскорбляешь? Тебя ща зарежем, нахуй. Он говорит, ну давай, рискни. То есть он нарушил правила ФРР-РП, не испугавшись угрозы своей жизни. Поговорю сказать, я лучше курсу в УСФ, когда спопал, блядь, похуй то, что он мне закрусился, но, блядь, он по факту всё делает. Сейчас, наверное, скажет, за 4 ещё наёх, на па. Давайте проверим сейчас его полностью, наверное, у неё там 4. А я тоже думал, что спокойно проиграю. Ну чё ты не дают? Не дают, бедняжки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Прогиня, оказывается, у меня профессия 300 тысяч стоит, а она у меня стоила десятку всего лишь. То профессия у него 10, то 30, то 50 вообще стоит. Ты уж там определись. Или он там её в рассрочку взял, что каждый раз сумма меняется. Вот надо профу с РДМ Фиррпы и Армидом Разрешённым. Ну вот, тысяча тридцать готов сразу. Цена вопроса. Тридцатку, тридцатку сразу готовь. Ну вот у меня профа. Знаешь, во сколько вышло? В 50. Ой, прикинь, а у меня он нет, как слетело. Какой ужас. Да, мне вообще максимально похуй, я сейчас каждый раз куплю. И всё. Так похуй, что я буду сидеть и мусорить эту хуйню. А помните ту ситуацию, когда я вам рассказывал, что меня не спалили, и Челик также получил наказание? Ну, так вот, сейчас её время настало. Дело было так, викор-бандит сидит у себя дома и стреляет по дверям, чтобы спровоцировать полицию на рейд, что является неадекватным использованием оружия, это на НРП раз, а также провокацией полиции, зачем? Непонятно, что является на НРП два. Это Глок. Это Глок. Глок, Санчес. Ну, у меня провокация была к госслужащим, я же не просто так стрелял в небо. О, провокация. Ну. Потом, в итоге, видишь, меня всё-таки начали рейдить наконец-то. Я, вроде, даже никого не убил, сука. Обидно. А, провокация для рейд. Хотя нормальная, тогда мага нанес. Хорошо, хорошо. Почекаем кое-что. Дай? Да нет, не всё, подожди. Тут, возможно, 2 НРП. Ну, типа, да, чтобы меня начали рейдить, да, ну, скучно. Брат, это номер П. 2 НРП. Почему? Потому что нельзя провоцировать полицию. DSLF, DSQ, выдавайте. Бля, да тут вообще ничего нельзя, бля. Смотри, кстати, насчёт этого рекламы я тоже спрессил, это тоже ворочение правил. Теперь жутко скажу. Ну, насчёт рекламы, простите ли, но они тебя не будут наказывать. А вот, за то, что ты провоцировал так полицию, стреляя в хате, это уже администратор решает, который разбирает сейчас с тобой жилоба. Господи, а где ты запрещала провокация-то? НРП, СТА, КЕТС, я. Да, стахается, стахается, НРП. Какой полправил насчёт этого НРП? Почему НРП, НРП, нон-РП? Бан, СТИ, ЕЕМ, нижнее, подчёркивание, ноль, ноль. Во! 60 миллионов 60... Так ты не объяснишь, что НРП-то? ...19040 миль один, один на два. Так тебе уже сказали. Так, а почему НРП-то, то, что стреляют, и причё-то провокация запрещена? У него НРП дважды. Бан, СТИ, ЕЕМ, нижнее, подчёркивание... Эээ, сам себе бан, давай. Почему? Я никто не можешь дать бан. Причё-то, почему НРП, я не понимаю. ...19040 миль один... Я тебе объяснил уже. Ты что, тупой? Я тебе объяснил уже, ты че-че-е не умеешь читать. Тебе уже сказали, я тебе сказал, чё читать не умеешь. Чё ты несёшь, друг? Где? Я не вижу. Где ты мне объяснял? НРП-но... Найди правила, где запрещена провокация, там, госслужащих, госсотрудников, и всё. Я не считаю, что у меня есть НРП. Это нераливое поведение. А ты чё, ни разу не видел, чтобы там просто там провоцировали как-то госов, или что? Нелогично провоцировать госов на рейд. Ну, в смысле, логично. Может, я их заманивал, там, один там есть, который там... На рейд хаты, где ты и живёшь. Логично, ещё как логично. У меня была неприязнь, например, вот к нему. Нелогично. Логично. Вот у меня, например, неприязнь к нему была, там, у меня, может, когда-то рисовало, и я хотел, чтобы он пришёл ко мне. То есть я, чтобы его убил. Дожидаемся админа, который может выдать форму на 2 нерп, а вы спросите, почему ему не выдают его админа босс? Потому что это будет немного потом. Пока что этот админ не может выдавать адм формы. В общем, чем богаты, тому и рады. Админ справа на экране, он также получит наказание за помеху разборки, потому что его несколько раз тоже просили не мешать и уйти с этой разборки куда подальше. А пока он отсиживает свои 2 нерп заслуженных, у него также имеется админа босс, который пока что я ему выдать не могу. Для этого нужен админ постарше. И мы его рано или поздно найдём. Точнее, он сам на нас выйдет, когда тот челик подаст на наш жалобу. Ты слышишь, у тебя тикет от Санчеза, который сейчас забанен. Ну, необоснованный бан. Мне нужно, чтобы ты мне демку показал. За что ты его забанил. Ну, в любом случае, мне бы правило, надо у тебя демку взять. Мне бы всё равно как-то посмотреть его демку в Дискорде. Потому что у меня демка реально есть, но я не хочу прям сейчас полиции показывать эти, понимаете? А что он сам демку не покажет, если она у него у самого есть? Администратору нужна была демка того, что он конкретно нарушил, а именно просто так стрелял по дверям. И это сразу два нарушения, если вы не забыли. Мы эту демку оперативно монтируем, тянем немного время, но в этом ничего критичного нету, потому что я её так или иначе показывать буду. Закидываем файл обменник, кидаем ссылку админу в Дискорде и мы сидим разбираем эту ситуацию. Админ смотрит демку и выясняет то, что нарушение реально было. Так, ну всё, демка обрабатывается, загрузить её 2 секунды составит. И как бы, тут хуйня делов. Так, окей, за седьмой пункт НРП окей. А насчёт признания? Санчес, ты признал, да, что провоцировал госслужащих? Да. Ну всё, это в ДрП есть. Бан обоснованный. Блять, а почему за провокацию куда-то баны идёт? Если там нету именно такого-то, чтобы провокация, блять. Если был бы один, ну если был бы какой-то один пункт, да, типа за провокацию, блять. Провокация считается как на НРП. Тогда бы да. Ты мне толком вообще не объяснял ничего, блять. Ты мне посыгришь один, там, что-то, 1-7, 1-1, блять, за провокацию. Это считается типа как на НРП, блять. Я говорю, с чего это считается как на НРП? Это НРП откидывай, откидывай. Используясь способностью своей привилегии в крестных целях. Ну да, в том-то, что ты не принимал форму. Потому что сам уже сказал, что был такой не согласен с этим, поэтому не принимал. Ну так и себя разбирал голобу. Ну, видишь, если кидают форму, то ты должен принять. Он всё равно у Санчес за всего 25 часов и на Твинке ещё меньше. Санчес просто, он такой неопытный админ, как по мне, вот. Я бы не сказал, что нужно прям брать и выдавать. В любом случае, мы всё это уже обговорили, перетёрли. Пану там за НРП отсидел. Чикеты был закрыт. Пользует тебя как бой. 25 часов, а он лимит, это... На проекте политика такая, что мы стараемся не тушить никого. Ни админов, ни игроков. То есть, я понимаю, знаешь, если человек, который там 100 плюс часов, и делает такое, то это, ну, конечно. Но если новенький на привилегии Админа, то, ну, 50 на 50. А почему тут не знание правил? Подожди, правила, как раз таки знаю, я был не согласен с твоей логикой. Как так, как ты рассуждал это. У меня было своё суждение. Ну, Сан, сейчас ты сам видишь. В любом случае, что ты сам нарушил? Что там, один день, да? Один день, варн или же снять. Сделано, бигбон. Забанили? Я так и не подал знака, что это я. Никто не понял. Я как был модером, которого могут таскать, банить все, кому не лень. Так я им и остался. А то у меня под роликами актёров пишут, каких-то я, блядь, набрал. Вы что, совсем пизданутые, твари, блядь? Мне, по-вашему, делать нечего снимать постановки по Дарк РП? Я хуй знаю, чем думают люди, кто это пишет, потому что вы же можете сами зайти на Дарк РП и убедиться в том, что оно действительно так. Раньше это тоже было, там, коммента 2-3. Я такое вижу, думаю, ну, ладно, может человек в Дарк РП не играет. Но в последнее время их становится таких вот челов, которые о чём-то там подозревают. Их становится достаточно много, и, ну, нельзя такое пропускать мимо глаз. И я вот вам сам наглядно покажу. Они пишут о том, что вот я якобы либо набираю актёров, которые так себя спецом ведут, но ни единого, ни доказательства, ничего нету. Потому что это не так. Это первое. Мне, типа, лежат все и постоянно дают там спуск. Или же добро на то, чтобы банить всех людей. Или же банят по моим жалобам. Чисто потому, что я снимаю ролик и нужно человека забанить. Но, как видите, я здесь не спалился. Я тут войс ни разу нормально не использовал, никому ничего не сказал. Вот я никакого знака даже не подал о том, что я, возможно, челик, который зашёл снимать видосик на Дарк РП, и я с того канала, о котором вы постоянно говорите. Нет. Но почему-то даже вышло так, что я просто нашёл два нон-РП у чела, он за них улетел, и предварительно ещё нарушила ДМ-правила. И он же потом подаёт на меня жалобу. И даже в таком, блядь, раскладе, даже при учёте того, что у него охренеть какая высокая привилегия, unlimited super admin, он всё равно отлетел на сутки. Может быть, пора всё-таки признать, что я достаточно хорошо знаю правила, чтобы наказывать челиков даже без какого-либо палева, шоя медийка, понимаете? Может быть, всё-таки пора уже это признать. Субтитры сделал DimaTorzok